Ну что ж, дорогие друзья, всех приветствую, и это Intel Extreme Masters Katowice 2019 года, европейский и СНГшный минор, сейчас для вас будет встречаться студия RUHUB, Андрей Нишаро, ты, Герман Громшкин, на связи, и первый матч на втором канале Team Spirit и Немига, уже врыв на базу баль. За 5-4, Немига против Team Spirit, Spirit будут играть сейчас на ретейке, есть у нас киты у сотфика, так что, в принципе, и смог есть, можно попробовать сейчас за чуть-чуть поздним таймингом. Да, два с кухней, шорт, ну и посмотрим, как это сделать, Самда Янг уже на Эдварде от воли, есть минус, Давкост разменит, Спаджу, на шорте погибает еще Самда Янг, это уже 2 в 4, и кажется, что времени у команды Spirit нет, и Немига забирает себе пистолетный раунд. Да, Давкост сейчас постреляется немножечко с маркета по сайду, и отход незамедлительный в его исполнении, хотя заберет еще Хитмауса на отстреле, и софтфик уносит киты со смоком уже в следующий раунд. Но, чем не менее, пистолетка за Немигой, карта Демираж, и знаешь, как-то все слишком быстро началось, я ожидал ножей, но что-то их не было, видимо, система все-таки какая-то присутствует. Ну что же, первый раунд есть, Немига довольно уверенно для себя стартует, но и опять же мы видим 3 АК-47, МАК-10, UMP, есть неплохая раскидка, и, возможно, будет контроль меда, тем более, что наличие 3 АК-47 это позволяет. Ну а в это время, также у нас P2004, USP, никаких фростбайк не делает команда Team Spirit, хотя в последнее время, да, вот с этой уже относительно не очень новой экономикой, мы привыкли видеть, что можно увидеть и скаут, и какой-то тоже там МАК, или что-то в этом роде, но Team Spirit не рискует. Это стак на Б, пытаются угадать, бомба пока что дропнута под телеком, но у команды Немига, и просто как раз-таки тот самый контроль меда в исполнении команды Немига. Угу, но смотри, укрепление на базе Б от Spirit это своеобразный аллын, и по сути мы с вами можем увидеть некоторый расклад с расходом моря кораблей, да, и не встретятся они между собой, но в любом случае, сейчас, надежда на то, что именно пистолеты на Б базе сыграют, в противном случае байта в следующем будет, и Team Spirit на самом деле за КТ сторону пока не показывает особо какой-то инициативы, они лишь только пытаются угадать. Хотя вот Немига, в свою очередь, проявляет такую вот нехилую инициативу и направляет свой вектор атаки под базу А. Да и безумно аккуратно играет команда Немига Гейминг, понимая, что в принципе терять девайсы на таком бою для себя очень рискованно в следующем раунде, придется в любом случае докупаться, кому-то даже дропать свой фармган, но и в это время, да, есть выход со всеми раскидками под апларты, абсолютно никого здесь не видно, и вот уже пошла какая-никая перетяжка, да, в косы шарта, да, прочекла, что это уже аплент, и команда Team Spirit попытается максимум излечь для себя, давать ситуацию, Джо, два минуса уже есть, три минуса, отлично, ну и может на четвертой, нет, все-таки Дима его закрывает, размен от Лоли моментальный, давкост один. Да, там просто патроны, видимо, закончились у Джо, и поэтому фармган перестал стрелять, пришлось взять пистолет, а там уже его и затыкали в два ствола, минус также от Хитмауса по давкосту, и в целом пока Немига не сильно, да, теряют экономику, у них все с фармганами более-менее удачно складывается. Единственное что, единственное что, первая закупка для команды Team Spirit, и выглядит она не очень-то и слабо, да, по большому счету, аж целых три Ауга, одна М-ка, лишь только у Димы, и она выглядит авкостно без армора. Ну что же, Team Spirit, заберут ли для себя первооружейный, Немига. Если заберут третий, очень хороший буст, у них дальнейший по экономике будут девайсов, они толком не теряли, один девайс потеряли в предыдущем раунде, но и то фармган, и там, конечно, плюс сумасшедшие деньги в исполнении игрока, никнеймом Робо и Джо. Ну поехали, это выход под базу Б, это выход под базу Б, и здесь Дима уже будет принимать вместе с Софиком. На Форесте, да, есть выход из Апартов, Дима забирает МДС, также еще выходит Хитмаус, погибает, 5-3, и вот они первые проблемы у команды Немига. Да, смотри-ка, Дима вместе с Софиком справляется на Б-плейнете, закрывает уже четверых, остается лишь один Робо, который также не вышел через Апарты, и первый раунд для команды Team Spirit. И все как-то в сухую, и снова под базой Б, Немига немножечко напоролась, и Б-точка для них становится не такой уж и простой ситуацией. Что делать далее? Еще одна закупка, уже есть фармган у Джуа, то есть тут три Калаша, Галилы и Ар, и в принципе Раскид присутствуют на уровне, а за КТ сторону по-прежнему три Уга, ВП и Эмка, да еще и с армуром Аликта Угавкост. Да плюс ко всему Team Spirit не потеряли ни одного девайса в предыдущем раунде, что очень-очень даже заманчиво. В плане следующего раунда, если они выиграют 2-2, это как минимум уже практически 4-2 будет в пользу команды Team Spirit. Ну что же, контроль Меда также в исполнении Немиги, одного игрока отправляет под Б дом, это Лоллипоп контролит поджимникового поджима, соответственно, от команды Team Spirit. Мы с вами не видим, вообще Team Spirit играет сейчас очень широко по карте, колоссальное количество информации парни собирают, и Дима играет в упоре на Кэт Волке. Здесь, если он, конечно же, погибнет, это будет огромное другое в обороне команды Team Spirit перед базой Б, этого Дима допустить не имеет права. А здесь Джу уже выходит, кстати, из Андро. Да, тут на самом деле очень серьезный такой развал по карте от команды Немига, они пытаются контролировать очень много направлений, единственное, что тройка-то под Медом и на Меду пока особо никакого преимущества они таки не заполучили. Да, прокрались тут под шорт, чтобы прочекать из-под коннектора и заработать какую-то информацию, возможно, для Лоллипопа, который бы стал открывать это направление, но, так или иначе, выход под Аплент, Колди на борту, за Аплентом Довкост, и Спириты готовы принимать это направление. Да, здесь уже Довкост как раз таки закрывает выход с коннектора, бомба перетягивается под дом Б в исполнении команды Немига, но будет очень поздний тайминг, очень поздний тайминг по раскидкам, что у нас все по раскидкам. Очень плохо у команды Немига, да, под коннектором здесь Довкост поспалили, и Дима получает урон, есть минус под Жу, это уже 3 в 5, да, но здесь уже тяжело будет, в команде Немига даже бомбы теоретически, но вот минус от Роба позволяет это, в принципе, сделать. Да, и Сотфик пропускает в Плэнте Бом Кэрри, и, соответственно, занимает также Бенч у нас Лолипоп, в Шарту где-то находится Хит Маус, отрезающий перетяжку, а Плэнте, но не справляется он с Колди, и выбивание 2 в 4, вот это уже смотрится гораздо более убедительно. Сотфик чекает Бенч, до конца, я думаю, будет здесь стоять, а может быть даже с саппортом выйдет через дверь, там на Эдварде остается лишь Робу, у которого остается, опять-таки, 8% здоровья, и Сотфиком заканчивается. Раунд 5 киллов от каждого по фрагу от Тим Спирит, вот это вот самое-то интересное. А самое интересное, что действительно за 2 раунда потеряли лишь 1 девайс, это всего лишь Кольт, это даже не Ави, так что у команды Тим Спирит все шикарно по экономике, по раскидкам все есть, ну и смотрим, соответственно, за следующим раундом, это раунд номер 5, ну а мы еще раз приветствуем вас, дорогие зрители на трансляции, доброго времени суток, доброго утра, возможно, у кого-то вечера, еще у кого-то раннее утро, приятного вам просмотра, с вами Анишарты Громушки, ну и это первый матч на сегодня. У нас будет очень бурный день, если на основном канале смены будут постоянно меняться, то вот мы с Громушки сегодня сидим 12 часов плюс-минус, так что заряжайтесь чем-нибудь, если вы на учебе, то обязательно, обязательно приходите к нам на переменах, да, да, ну а мы, а мы уж тут как-нибудь посмотрим за СНГ минором вначале, а потом под занавес игрового дня и европейский минор к нам подъедет, начнем с матча по Виталити и оптик. Так, ну что же, раскидка под базуа, есть уже смоки, но отдавкоста первый минус под лолипоп, а выход с ямы будет в исполнении Немиги, трое уже вышли, и здесь игрок под номером 4, Санда Янг в дымах ничего не видит, пошел, прошив, плэт, и есть минус А, Санда Янг, минус Джу, это уже 3-5, какая же плохая ситуация для команды Немига, но здесь пистолеты, в принципе, рассчитывали только на установку бомбы, и эта бомба не будет установлена. Идеальный прием Каосайда в очередной раз, справляется Спирит и без потерь, ты говорил, вот идеальная экономика, на самом деле, из-за того, что Дима периодически умирает, у него там оставалось 700 долларов, да, после победы в сухую в этом раунде несколько все снова улучшается, но мне кажется, чего-то, чего-то тут не хватает, ну, хорошо, как минимум, одна закупка сверху присутствует, что сказать про Немигу, у них вообще сейчас пистолет с армурами, так что, в принципе, можно уже и на два боя вперед выходить Спиритом, и главное, как можно меньше игроков терять с дорогими девайсами. Да, ну, как и говорил, что 4-2, скорее всего, будет для Тим Спирит, хотя мы с вами немало раз видели, как пистолеты умеют переворачивать игры, ну, и целые раунды отколдим, есть первые два минуса, Давкос подхватывает инициативу по забору фрагов, и это 5-0, вот, собственно, о чем мы говорили, что нельзя терять девайсы, и ни одно девайсы Тим Спириты не потеряли против пистолетного раунда, это тоже так или иначе важно. Ну что же, закупочный от Немиги, ну, и, соответственно, Тим Спириты попытаются выйти уже на 5-2, а 5-2 выглядит уже, вот, прям, ну, грозно, я тебе скажу, учитывая последние тенденции, атака, атака, довольно легко может эту сторону закрывать, но, как мы видим, пока у Немиги после первых двух раундов есть некоторые проблемы. Вот ты говоришь, некоторые проблемы, я так вспоминаю рекапы предыдущих раундов, и мне кажется, что там серьезные проблемы, ребята банально не справляются с перестрелками, и все выходы под базы Б, к примеру, заканчиваются полным провалом, и хотелось бы понять, почему так, и вот тем временем про пуш-андерпасса от Димы заканчивается минусом по лолипопу, и не впервые, уже умирает лолипоп здесь на боепартах, Дима врывается, смог назад, на мид, по флэш открывается, МДС его разменивает, и 4 в 4, в принципе, для Немиги сейчас открывается возможность, но софик сразу же ее, как бы, выключает. Ну вот потеряли опорник на базе А, команда Тим Спирит погибает Колди, да, там на тикете будет играть товарищ Давкос, но сам Дайанга находится минус по МДС под коннектором, ну и 2 игрока остаются, это Хитмаус и Робо, 6-й, 9-й номер, АВИК плюс АК-47, ну, не знаю, сейвить, конечно, в теории можно, учитывая то, что Хитмаус крайне битый, на что предпримет команда Немига. Выход, выход через рампы, но там, опять же, Давкос не даст просто так в наглую выйти игрокам команды Немига. Ой-ой-ой, Давкос сейчас, на самом-то деле, да, сделают очень много работы, если не будет промахиваться, но первый блин комом, к сожалению, и софик сразу же переключается с джангла на позицию тени и попытается уже впоследствии. Там время еще и 30 секунд, то есть давит с одной стороны на Немига, надо как-то действовать. Подсадочка, видимо, на головы, и что это им дает? 20 секунд, до сих пор нет выхода. Не понимают просто, где еще территориально находятся игроки команды Team Spirit, не понимают, как им ставить бомбу, смока нет, поэтому приходится вот так вот ставить подшорпную. Здесь Хитмаус дает, конечно же, кавер. Но вот бомбу поставили минимум для себя, команда Немига сделали сейчас. Инфата есть. Инфата есть, Роба умирает от давкоста, четко сработано, Spirit и в очередной раз справляется с ритейком Аплента. Ну, смотри-ка, все, в принципе, сейчас, да, действительно круто смотрится. По 10 плюс тысяч у каждого игрока Team Spirit. А вот у Немига есть деньги на бай, но вот проиграют они 5 раундов к ряду, и все никак не удается побороть. Оборону Spirit называет нас на техническую паузу. Первая техническая пауза в рамках этого противостояния. Надеемся, таковых будет не особо много, потому что день у нас долгий, матчи шикарные, хочется больше именно активного Counter-Strike посмотреть. Но и Team Spirit. Team Spirit, это стоит отметить, играют очень агрессивно, опять же. Если сравнивать с какой-либо командой, немного похоже на команду Mousesports, которая очень активно борется за мидл, что за атаку, что за оборону. Но вот в обороне очень классно сейчас действует именно Дима, которая постоянно с шарта помогает справляться с коннектору и окну своих тиммейтов. Так что в команде Немига в первую очередь можно, наверное, все-таки ускорить темп игры, потому что медленно этот тягучий стиль пока не особо заходит. Team Spirit все контролит, Team Spirit все прожимает, Team Spirit обладает огромным количеством информации, ввиду чего Немига не может завладеть этим преимуществом, разве что в перестрелках. Но, как мы с вами видим, в перестрелках Немига тоже немного что клеится. Поэтому счет на табло более чем справедливый, более чем по игре. Ну и вот сейчас есть деньги. У команды Немига на восьмом раунде, но не будет Авика. Как раз-таки тот самый тайминг, чтобы сыграть быстрый раунд, как по мне. Ну, да, ты действительно прав, не будет Авика. И стоит понять, что пока Немига не воспользовались своей снайперской винтовкой, а я все жду, когда он появится. И, соответственно, Spirit. Что касательно Spirit, их оборона смотрится с одной стороны очень и очень неоднозначно, почему. Потому что постоянно происходят какие-то вариации поджимов. И эти поджимы на самом-то деле можно легко законтролить. Тот же самый Underpass, но Лолипопа все никак мы не можем увидеть в этом Амплуа. И, соответственно, с какими-то контактами на Меду не всегда удается грамотно разменяться. Вы вроде как делаете 4 в 4, но потом прилетает ХАЕшка, и все ваше преимущество, оно как бы никуда. Так, что у нас тут админчик пишет, а? Интересно. Интересно. Товарищ Громский. Товарищ Громский. Вы. Скажите мне, пожалуйста, скажите мне, пожалуйста, а вы подняли щит за безлимит и болеете за своих самобыстровыми ремонтами гафона? Спрашиваешь. Есть встве, но, дорогие друзья, а... знаешь что? Что? А ничего. Ха! Как тебе такое? Неплохо, неплохо. Я ожидал, вот я тоже не ожидал. На самом деле, дорогие друзья, извините нас, если будут какие-то небольшие тупники, потому что это первый матч, долгие каникулы вот эти, новогодние всех, еще раз, кстати, с Новым годом, уже наступившим, прошедшим старым Новым годом. Ну и вот действительно, нужно вот включиться, включиться в работу, и тогда уже все будет более чем по маслу. Ну вот первый матч, и как раз таки с него мы начинаем это самое включение. Ну, не знаю, не знаю, опять же, вот эти технические паузы так или иначе на протяжении вот этого игрового дня могут сказываться на командах, потому что команда любит играть одним темпом, да, понятное дело, что есть тактические паузы, но тактические не так сильно забивают, потому что там есть, опять же, ограниченный спектр времени и количество этих пауз. Но вот эти технические могут затягиваться, вот не то чтобы там на пару минут, они могут затягиваться и на 20, и на полчаса, и на час у кого-то даже, если там требуется поменять компьютер, либо что-то еще. Так что вот эти технические паузы на самом деле не очень хорошо могут сказываться на командах. Тем более, что это отличная сейчас возможность для команды не мига гейминг, перевести так или иначе дух, обговорить сейчас друг с другом, что у них идет не так, где у них проблемы при занимании меда А или Б, так что не мига. Ждем от вас феноменального возвращения в эту игру, потому что действительно пока выглядит команда немного потерянной, и хочется увидеть именно равный Counter-Strike, немного, но никак не одноколитый. Да, и знаешь, что я тебе скажу? Ты это, немножечко, не прерывай свои слова, пофикси там, чтобы тебя не... А, да-да-да-да-да-да, я дико извиняюсь за это, опять же. Убиваешь людей, не договариваешь слова, не приговариваешь буквы. Что же он там сказал? Да, да, да. Ну так вот, пауза технического плана, единственное, что мы не знаем, что действительно произошло у Спиритов, как уже Герман сказал, скорее всего, это просто какая-то вот из-за того, что первая каточка, да, и там еще не совсем разобрались с техническим оснащением, но в любом случае, в любом случае, напоминаю, что это SNG Minor в рамках Intel Extreme Masters Катовицы Мажора 2019 года по 10 спорникам Counter-Strike Global Offensive, студия RU-Hub, и, соответственно, мы для вас вещаем аж в два параллельных тока, по тока, и на основной трансляции Gambit и Simon Gaming сражаются. И, слушай, не хочу спойлерить, не хочу спойлерить, но у нас одинаковый счет практически, там 6-2, у нас 5-2. Вопросы? У матросов нет вопроса. Вопрос в том, что теперь террористы берут для себя тактическую паузу, видимо, что-то еще не обговорили. Супер тонкий раунд от команды Немига наблюдается, точнее, будет наблюдаться буквально через 17 секунд. Ну, посмотрим, посмотрим, если мы технической паузы-то не хотим. Хотя, по-моему, мы слушаем во время технической вырубается TeamSpeak с тренером у команды Немига, поэтому, как мне кажется, они взяли еще одну тактическую паузу для себя, точнее, самую первую, чтобы как раз-таки поговорить более детально первый раунд после этой паузы. Ну что ж, дорогие друзья, 5-2, всем еще раз добрый день, доброе утро, добрый вечер. Раунд номер 8 Немига TeamSpeak. Да, и все, жду, жду реализации от команды Немига, каких-то контролек карты, возможно, адекватных 5-мен пушей, такое тоже можно встретить в Counter-Strike и нередко, единственное, что пока мы в этом противостоянии таки не лицезрели. Позиция SD-Y под коннектором, он откидывает молик у нас в Underpass, Team уже на старт-миде будет отрезать МДСа под флэш. Вот это интересное начало раунда и команда Немига в очередной раз начинает в меньшинстве. Да, и очередной поджим от команды Team Spirit не позволяет козырнуть команде Немига гейминг и уходит опять же Лолипоп с позиции Б дома. Ну и, слушай, Дима, Дима по-прежнему играет очень агрессивно на шарте и здесь как раз-таки соперник-то его может найти. Ого, роба забирает из девай. Здесь немножечко у нас товарищ коннектори не справился с управлением. Дима вернулся Влада Румут. А там, посмотри, где уже Джо? А Джо-то где? Посмотри! Он сейчас просто в соло будет закрывать Б точку. Так, не палится. Сотвик о нем не знает. Это интересно. Уже Team Spirit вообще не в курсе. Да-да, как раз-таки Джо находит минус по Сотвику. Это уже 3 в 4. Казалось бы, первый минус для себя нашли Team Spirit, но дальше ничего сделать и пока не смогли. А вот от Колде есть минус по Хит Маусу. Это 3 в 3. Ну и выход на ретейк будет от команды Team Spirit. Ну что у нас по смокам? Да, есть смок, есть моллик, флешки, гранаты. Все хорошо, команда Team Spirit. Ну и поехали. Команда не мегагейминг. Так, погибает Джо. Это уже 3 в 2. Лоли и Робо. Да, и снова ретейк. Причем для Робо сейчас позиция очень важна. Он должен был забирать шорт, должен был видеть снайпера. Команда в итоге умирает. И на размене Лолипоп забирает Диму. Это 2 в 1. Лолипоп смещается под смок. Колди о нем скорее всего знает, потому что слышал это дело до авкост. И очередной раунд для команды Team Spirit. Вот мы с тобой разговаривали на мачапе, да? Так сказать, устроили небольшой челлендж. И знаешь, да, теперь я с тобой соглашусь. Spirit сейчас вообще безоговорочно смотрятся на уровень выше. Но это пока. Ну пока, опять же, знаешь, в этом раунде прослеживалась та самая нить положительных событий для команды Немига. Казалось бы, удачу прошел под бэй, его не заметили, все хорошо. И вот он, вот он, вот он, вроде как камбэк в игру от команды Немига. Но опять же, на ретейке были слишком хороши команды Team Spirit. Это говорит о том, что команда чувствует себя более чем уверенным, все, отхвачено позиционкам. Так что здесь команде Немига стоит поднапрячь. Да, это 5 АК 47-ых, раскидка есть и выход под базу. А, и возможно, на ноге как раз-таки он будет. Удавкост уже ловит роба, МДС размен по колде, это 4 в 4. Ну, Аплент открыт, стена Исмаков должна сейчас еще действовать, и по сути вещей Немига в кои-то веки заходят на Аплент, устанавливают пачку, остается в временном ничье, да, паритет по игрокам. МДС видит в тени, видит давкост, правда, реагирует не сразу, сотвик уже забрал хитмаус, давкост пистолета, перестреливает МДС, Джу закрывает сотвика, но это снова 3 в 2, снова ритейк, и ошибка давкоста, хотя, сложно сказать ошибка Ли. Так, ну что же. Ну, Джу умирает. алипоп остается, да, но это тоже, смерть для него 7-2, ну и деньги будут на свечером, в любом случае, команды Немига, там уже такой стрик по раундам, что закупаться можно уже вплоть до самого конца, если опять же не заберут раунд, команды Немига забирают и проиграют раунд следующий, тогда это будет ресет экономики у команды Немига, в целом у команды Team Spirit дела более чем круто, посмотри на эти денежные средства. Я не только на деньги смотрю, я просто понимаю, что происходит вообще в целом, ты вообще задумайся на секундочку, сколько раунда Spirit выиграли на ритейке. Ну, здесь опять же все на лицо. Ну и команда, Немига гейминг, опять же, 4 АК 47-х, есть АВИ Каджу без армора, ну и контроль меда есть, уже номер 6 проходит у нас под коннектор, это хитмаус, его, кстати, могут не зачекать в тайминг, но нет, шарта есть Диман, Дима не обращает, минус хитмаус, и это уже 5 в 4. до 5 в 4, и снова большинство для спиритов, а там под АПЛЕНД уже просочился МДС, и в принципе, тут должна работа проводиться хоть какая-то, подставочка на голову, там издевая в коннекторе, и АПЛЕНД перетяжка уже от Давкоста, но успеет ли он отчекать голову, ведь издеваясь, Дима могут снести просто волной. Так, ну что же, раскидка пошла от команды Немига, Холдин месяц дав костом контроль, то ее без ноги остается у нас Джу, трехочковый, байк и робы, Джу, да, дорогие друзья, это даже без установки бомбы и МДС, никуда отсюда не уходит, это 8-2. Да, красиво, красиво, по-прежнему, 8-2, спирит и пауза для террористов, вторая уже, Немига, все никак не могут найти своей игры, а ведь есть предпосылки, есть интересные возможности, тот же самый Джуа, вспоминаю, да, как он проходил по маркету в Б-базу в спину, ну, такие раунды нельзя отдавать, Немига это понимает, с другой стороны, что не так, у них проблема именно с удержанием бомбы, это надо как-то очень в срочном порядке фиксить, иначе не пойдет. Я вообще, на самом деле, надеялся, что будет условно вторая Даста либо Инферно от команд, но как-то вот не знаю, мираж, 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 исполнения Немиги не особо как-то мне изначально выглядел каким-то суперкрутым вариантом для них, да, пусть не так много карт у команды Team Spirit, 8 карт, 88% фенрейта, ну, карты всего лишь они проиграли, а так вообще, если сравнивать индивидуальные встречи против команды Немиги, у Spirit 5-0, у Spirit 5 из 5 закрыли своих сегодняшних оппонентов, сейчас уже шестой раз они встречаются на поле боя, и здесь Немига гейминг пока что снова в роли андродога. там врыв на Б-плэн, сейчас проверка прочности Димы и Сотфика в очередной раз, один на бенч, и другой за бэксайдом, падают двое, МДС и Хитмаус, уже отлетает, отлетает и Джу, и все это безумно, вот это интересный расклад, и да вкус тут как тут, вместе с Димой заканчивают жизни Лолипопа и Роба, 9-2, Немига, попытка на Б-плэн, и попытка, кстати, очень-очень печальная, по-моему, всего лишь один, минус по Сотфику, и бешеное количество денег действительно спиритом тоже закупаться можно до конца. Печально, печально, если честно, первый матч игрового дня не дарит нам супер, какого-то супер классного контр-страйка, но быть, почему, от спиритов, нет, ну, от спиритов, я имею ввиду борьбы, борьбы, не хватает, потому что команда не мига гейминг, к сожалению, не показывает должного контр-страйка, но все, еще может быть, команда может вернуться с любого абсолютного счета, и мы в это верим. И, кстати, одного люркера отправляют под базу А, это хитмаус занимает Аапарта, который, вероятнее, будет на себя байтить с какой-либо никакой раскидкой, выходить, стреляться, погибать он будет в любом случае, ну, а команда не мига готовит выход под базу Б, и там Сотфик, как раз-таки, с Сеймаугом может похоронить одного, а может быть, даже и больше соперников. Очень сильно захалдились, не мига поняли, что проблема именно вот в каких-то энтрифрагах. Размена не хватает, робос с ИВП, но робо и ИВП с андерпаса с выходом на коннектор, не то, что нужно было команде не мига, но об этом команда атаки узнает лишь только впоследствии. А что касательно остального расклада, да, 50 секунд времени, попытка уже ретейкать как-то этот мид, но уже спириты стянулись, заняли свои дефолтные оборонительные позиции, и как-то все. Снова опен за спиритами, меньшинство изначально у не миги и давление дичайшее. Так, ну что, занимается мидл командой не мига гейминг, сам Дайанг пока что в окне, говорит, молик у него не может выйти на чек, откидывает флешку, но и пока что никаких активных действий. Бомбу забирает до команды не мига, выход под базу, готовится сплитом через коннектор, получится или нет, сейчас с вами увидим. Так, ну а здесь уже сам Дайанг понимает, что раз на мидл идет у команды не мига, джо, здесь минус, неплохо, Сладра давко забирает лолипопа, это 3 в 4 на ретейк, ну и, да, есть информация по давко, стой колди, тоже падает, это 3 в 2, время есть, время есть. Но КТ отрежут, скорее всего, да, это будет снова ретейк, уже в полном меньшинстве для Димы, это 1 в 3 клатч, но опять же таки, да, посмотрел я немножко в другом направлении, решил посмотреть именно за джанглом, как там будет отстрел своей ротации, но по факту давко 100 вместе с колди на дефолте умирать вообще никак нельзя было, Дима забирает джуал на маркете по инфе, вопрос ли что делать далее, хитмаус на КТ, а МДС в яме, и нет какого-то смока, нет какой-то возможности, хотя нет, наврал, смог был, смог был, но по факту, да, он особо-то никакого преимущества и не принес для Димы, но в любом случае только лишь третий раунд для анимиги, и они прекрасно понимают в случае проигрыша в этом они проигрывают следующий, потому что нет денег на бай, и снова возвращаемся к тому, что да, вроде как три раунда для атаки, а много это или мало узнаем уже совсем скоро. Ну вот здесь вопросы, наверное, больше к Санда Янгу были для, ну, именно у команды Team Spirit, потому что именно этот игрок должен был контролить заход в коннектор, два игрока были сосредоточены на том, что контролит один апарт, а другой контролит врыв с ямы, а вот как раз-таки коннектор не до конца прощекали, ввиду чего Санда Янг немножко поставил свою команду, но опять же его можно поднять, там был молик, ввиду которого он не думал, что все-таки в такой тонкий тайминг пойдет команду Немига занимать сплит на мидл и А, так что вопросы здесь более чем посредственные к Санда Янгу, так или иначе все хорошо по-прежнему у команды Team Spirit, 9-3 они ведут, еще много-много. Все, впереди мы с вами можем увидеть, ну и байи будут еще продолжить на время у команды Spirit, ну и авик есть, самое главное у Роба, и попробовать найти этот самый энтре-фраг для себя. Но на минуточку, вспоминая предыдущий раунд, как он начинался, да, Роба просто вышел с Андера и умер от шарта в лице Димы. То есть видишь, да, вроде как девайсы есть, но пока не найти реализации. И вот что самое-то интересно, нам даже вот аналитики в чате подсказывают, да, что, например, если Довкоста поставить в него не дефолтную позицию, да, не в дефолтном расположении, то он не убьет, скорее всего. Так что и здесь, если Роба будет ходить туда, куда как бы не стоит ходить савиком, мы таких фрагов и не увидим. Задумайся. Think about it? Да, think about it. Так, воллипоп, подсвечка, зачекал тачку. Дима тут, кстати говоря, соло. Соляра будет завозить. И минус от Роба, вот, вот, интересный момент, все-таки Роба с Андерпасса сделал, минус подав косту, который как-то здесь оказался. И вот салфик, подбираясь на перскую винтовку, забирая джуо. Окей, и это 4 в 4. 45 секунд времени для атаки, это плюс, но смотри, после разменов нет какой-то сразу же мгновенной ответки, нет какой-то ротации, а ведь стоит дергать, дергать к эту сторону, заставлять думать, куда же пойдет тектор направления атаки. Это с маке, опять же, на кичин кладутся от команды Немега, моментальные флешки выход на базу Бэй, да, бомбы стягиваются под Бэй, а парты готовы, готовы врываться уже команды Немега гейминг, 9-й, все, 7-й, все уже здесь, но погибает МДС на сплитех шорт и остается один Дима опорником на Бэй, лолипом закрывает соц, Дима, Дима пропускает на машину лолипом, это может стать огромная ошибка, это понимает Дима, ого, это что такое, что такое, идеальная приемка казалось бы для спиритов, но для Немеги это шанс, шанс зацепиться за 4, а быть может и 5, хотя с деньгами там все более чем прекрасно у спиритов, как мы с тобой говорили, и издевай, понимая безысходность своего положения и скорее всего будет отходить, возможно, какой-нибудь exit-фраг, вот как думаешь, будет стоять или не будет? Попробовать, наверное, все-таки авик цепануть, скорее всего, да, цепляет авик и уходить на глубокий сейв, ну и опять же будет по телекам играть и контролить выход от Немеги, да, Немеги слушай, втроем идут через телек, нет, вдвоем, вдвоем, да, один черешок пошел, но и все-таки хит-мал здесь погибает, ну, сам Дайан сохранит девайс, это положительная новость для его команды, хотя, в принципе, так или иначе, там бай был, но лишний 4-750, конечно же, тратить не особо-то и хочется, но это 9-4, два раунда до конца первой половины, Немега, 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 вот два раунда бы еще забрать, понятное дело, что здесь бай будет уже до конца в любом случае, ну, не знаю, если бы 9-6, то окей, там пистолетка выиграна на обороне, удачные действия там, и все будет хорошо у команды Немега, но Team Spirit, если закрывают 10-ый, то уже могут быть проблемы супер-глобального характера у парней из Немега гейминг, ну что же, смотрим, очень-очень тягучий, опять же, будет играть команда Немега, играют они через entry-frag на А сейчас плент, и там пока что никто не открывает, с колди играет на апартах, товарищ Давкост на Авике, с КТ, так что все, парни из Team Spirit, минус есть также от Давкоста по яме, на апартах в борту колди, делает два минуса по апартам, и Давкост пытается все это время сдерживать как яму, так и саппортить своему тиммейту, но на самом деле все сказано слишком идеально для команды Spirit в обороне, они просто кидают флэш-гранат, они реально убивают, и это дает нереальный буст по сравнению с тем, что мы сейчас видим от белорусской команды, увы, и квадрокилла от колди, 10 раундов у Spirit, и с экономикой проблемы в последнем раунде основного времени первой половины. Вот опять же, немножко топорный вот этот выход выглядел от команды Немига, но оно понятно, пытались парни быстро разменяться, у них, в принципе, размен получился после антрефрага, отдав Костас кт, но не ждали колди в упоре на коврах, и вот эти два минуса уже, в принципе, похоронили команду Немига уже в прошедшем раунде. 10-4, последний раунд первой половины, всем еще раз доброго времени суток, дорогие друзья, ну и команда Немига. Да, по девайсам, девайсы поют романсы, как говорится, к сожалению, все очень плохо. Да нет, тут просто идея такова, что с пистолетами это на самом деле можно врываться на Аплэнд, единственное, что как это делать, да, если с девайсами это не особо удавалось перестреливать, то и с пистолетами, само собой, сделать это будет весьма проблематично, но в любом случае подготовка там на Б базе что-то очень сильно, хитмаус вместе с МДСом тут загуляли, но окей, 4 в 5, вроде как заставили поверить спиритов в то, что это база Б, но на самом-то деле нифига подобного, колди, 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 на тикетбоксе немножечко подгорел и Аплэнд отбили, не мига, довольно-таки неплохо. Джула занимает хлпу у нас, интересная позиционка от него, но это 4 в 5, и ретейк Team Spirit, ой-ой-ой, слушай, там и флешки, и смоки, все есть, все, все, на руку команде Spirit, но Джула закрывает Диму, а, собственно, есть раз минус, Маус как раз таки идет на шорт, а вот хитмаус может спасти раунды своей команды, но нет, ну нет, подбирает АК-47, и остается он только с лолипопом, лолипоп живет, очень долго закрывается, с дышки одного довкоза перекройлась, ой-ой-ой-ой, смог, и да, вроде как два тела, издеваясь, садится дефузить, всех есть дефуз пакеты, нашивка падает, дефуз керри, просто что, что творит, хитмаус, это АК-47, на шорте это просто спасательный круг для команды не имею в гейминг, хитмаус, просто браво, не добавить, причем, вроде как, у спиритов была очень легкая задача, выиграть клатч три в один, у вас есть дефузы, у вас есть инфа, где ваш соперник, плюс-минус, да, и соответственно, вы вдвоем пикаете, один дефит, но видишь, как все они очень удачно, товарищ за смоком, и в принципе, хитмаус просто показал характер, он не побоялся заспрейить, не побоялся просто подставиться, возможно, под игрока, который стоял саппортом у дефуз керри, да, и соответственно, тут, немножечко удачи, ловкость рук, и никакой магии, вот так, я скажу так, у него, в принципе, другого выхода и не было, да, 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 иначе нужно было спрейить, потому что там уже таймера дефуза, нет, а вдруг он там в антаб раз, в антаб два, в смаки, почему бы и нет, как скрим в лучшие времена, и такое видели, и такое видели, но всякое бывает, само собой, пауза между половинами, наверное, стоит сказать, что наш официальный партнер, Delivery Club, дает вам скидку в 25% промокода CSGO при оплате онлайн, друзья, оплата онлайн, это круто, вот, и мы с товарищем Германом обязательно вам сегодня об этом еще напомним, так, ну что же, у нас пока что снова приостановлен матч, команда решает свои проблемы, ну и будем уже с вами загружаться на вторую половину, пистолетный раунд также будет от команды спереди, не мига, так, что-то, на самом деле, не проблема команды, это дефолтная пауза между половинами, типа, рекламная пауза, проблемы я имею в виду в том плане, что команды сейчас фиксят какие-то, возможно, наработки, что-то сейчас проговаривают и так далее, то есть проблемы, это не значит, что это какие-то issues, то есть это прям момент, то скорее игровые даже, я вот ассоциирую под словом проблем, да, возможно, это где-то нелогично, но так или иначе, ну, будем, значит, более конкретный, более конкретный, ну, смотри, давай рассуждать, в принципе, логически, у нас есть 5 раундов у Немига, за атаку, в свои времена, это считалось таким своеобразным дефолтом, было неплохо, да, то есть там, 5-6 раундов, это вообще-то, лузовый минимум, если говорить откровенно, слово ты говоришь в прошедшем времени, потому что это было раньше, минуточку, мы с тобой сидим и наблюдаем, зачем с СНГ-минорм, что это значит? Не забывайте, да, что СНГ, это СНГ, а вот сейчас обидно было, поясни, поясни. Ну, в том плане, что, да, вот опять же, если сравнивать, то есть, есть такое понятие, как СНГ-доллод, СНГ-кс, то есть, ты можешь абсолютно с любого счета закинуть игру, абсолютно, учитывая наш темперамент, учитывая наш характер, да, что мы где-то можем расслабиться, команда Team Spirit прекрасно, думаю, понимает, насколько они сильны и стороны знают, и вот на этом, говорите, могут команда расслабляться, на самом деле, не миг, понятное дело, расслабляться, не будем догонять, догонять команду Team Spirit, а Team Spirit где-то могут себе позволить, так скажем, немножко расслабиться, хотя, они сами прекрасно понимают, что этого делать ни в коем случае нельзя, но это происходит волей-неволей, даже если будет 15-5, вот на этом счете, где-то пошел релакс, а вот там уже может, как отрезать, не мига может закомбейчить, и так далее, это, в принципе, в любом матче может быть, ну, таков наш характер, таков наш менталитет. Перемид в исполнении Team Spirit, уже закидка молотового окна, МДС немножечко подгорает, смещается в итоге он на джангл, а там 3Б все это время, и мига не угадает с вектором направления атаки, и это раунд от ритейка на асайде, ой, как я не люблю такие пистолетки, и как это плохо, иной раз заканчивается для КТ страны, уже ворвались в КТ втроем террористы, и с Диуай вместе с ребятами готовы ставить хедшоты. Ну что, Сандаян, Дима, не-не-не-не-не-не, сворачивайте палатки, этот пистолетный раунд для команды спереди, безоговорочно, 5 в 0, шикарно, шикарно. Ну, об этом была речь, смотри, видишь ли, аплэнд, окей, от ритейка бывает, но ни в коем случае нельзя давать террористам занимать КТ Дельпан, ну, никак. В упоре Глок просто разнесет, и это понятное дело, не мига, к сожалению, не рассчитала свои силы. Так, ну что же, от Немиги мы, кстати, видим также, никакой инициативы в плане форсы нету, отдают они практически 12 команде Тим Спирит, две гранаты на коннектор, вдруг думали, будет поджим от команды Немиги, хотя это на самом деле более чем дефолтный такой вариант развития пистолетов, ну и команда Тим Спирит опять же занимает мигу. Все правильно, все правильно, все хорошо делает команда из России, ну и смог на коннектор, попробуй занять, наверное, шорт, все-таки команда Спириты сплетанует на базу Б, где как раз таки люркует пока что сам Дайан, ой, по софтику здесь прилетело, на 41 хп. Да, софтфик, кстати, ответил, ответил в направлении Китмауса на 76 хп, и вроде как эко стак на пленте Немиги, и опять же таки пытается угадать, если со Спиритами дело было такое 50 на 50, да, угадает, не угадает, и у них, кстати, тоже вспоминается этот раунд на Б, да, опять так, когда им пришлось перетягиваться вроде как по доассайд, но в любом случае сейчас Немига вроде как попадает в яблочко, ты посмотри, перетяжка под базу, а, действительно? Слушай, ну в пятером, в пятером, принять в теории могут, опять же, здесь будет зависеть все от игрока под апартами Джу, найдет ли он минус, будет ли размен моментальный от его тиммейта, потому что здесь вдвоем под апартами, ну, такая себе позиция, если честно, а вот МДС, испалили все, но здесь на МДС будут батиться, в любом случае от Джу есть первый, минус по Диме неплохо, будет ли еще какой-то фраг в исполнении Немига, пока что нету, а вот Асамда Янга, есть уже размен 4 в 4, минус также игрок на джангле, это хитмаус, но вот от Роба есть размен, но Роба еще живет недолгое время, слушай, ну два девайса, три девайса выбили, уже игроки команды Немига, и неплохой пистолет на раунд от них. Но здесь такой момент, что Team Spirit'ы могли немножечко поторопиться и действительно напороться на размены со стороны защиты без потерь, и USP действительно могли сделать бы свою работу, но ребята грамотно подошли к вопросу, и вот так, знаешь, шаг за шагом, по одной позиции вычекивают, убивают, возможно, нет, но все равно делают размены. И в этом плане Spirit'ы молодцы, да, потеряли три девайса против Эко, и можно об этом говорить еще миллион лет, но у них 12 раундов, а у Немиги 5, и любая ошибка сейчас Немиги, может прийти к тому, что мы увидим 14-5, а это вообще полный развал. Согласен, и опять же контроль меда, восполнение команды Team Spirit есть, Немига, Немига, у нас играют больше втроем, на А, одного опорника оставляет на шарте, это Джу, ну и Джуус Маки пытается найти соперника, понимает, что это как раз за внимание меда, а Дима есть перминус по МДСу, это уже 4-5, сам Дайанк закрывает, также Роба, это уже 3-5, но опять же все не очень хорошо, на Лолипоп есть размер, Лолипоп минус 2, ну и нет, все-таки Колоди его закрывает, 3-2 будет постановлена бомба, ну и товарищи Хитмаус и Джуу будут играть на ритейке. Очень долго ставили бомбу, и на самом деле сейчас Spirit теряет полное преимущество, можно было чуть-чуть побыстрее до вкоста посадить-то на дефолт сказать, товарищ, ставьте, пожалуйста, наш детонатор и хаешка на коннектор, Хитмаус падает, инфа теперь есть, Джу один на один, но Джу вытаскивает этот раунд. Да, ну Лолипоп, надо его также отметить, все очень хорошо, и долго жил на тикетбоксе, не позволил команде Team Spirit молниеносно занять Апплент, поставить сразу же бомбу, это опять же и позволило команде Немига гейминг все-таки сместиться, и как раз-таки Джу очень круто с Хитмаусом действовали. Ну, молодцы, молодцы Немига, берут раунд, Авик засейвлен также, от Джу 12-6, и проблема по деньгам у команды за счет того, что как раз-таки в предыдущем раунде они погибли от пистолета втроем, сейчас нету ничего. Да, кит по 250-й, возможно, Дигл или ЦЗ-шки будут, но, как мы с вами видим, да, есть ЦЗ-шки, и как раз-таки Дигл 1. Этот Дигл, кстати, очень опасно может выглядеть, если на Медулу сдастся сделать немножечко побольше работы, чем обычно. Сотфик вместе с бомбой и тиммейтам с бомбой в смысле отправляются под боепарты, да, и вроде как Андер почекают и даже на Меду собирают информацию, но с другой стороны они не отпускают направление А-сайта, да, и вот ты не можешь быть на 100% уверен, да, что, например, те же самые Немига не запушат яму, а такое тоже может быть. Такое тоже может быть. Посмотри, как Потамин выходит через яму и робо находит минус в кост-размен есть АВИК, но Джу также находит минус по сотфику. Надо законтролить этот АВИК, но номер 8 как раз-таки это и делает. МДС закрывает первого, закрывает второго, минус Дима, закрывает третьего, минус Колди. Седьмой раунд для команды Немига. Ну что же, интрига в этот матч постепенно возвращается. Браво Немига! Да, Немига не просто браво, Немига сейчас будут шаг за шагом возвращаться в эту игру. Единственное, что сейчас у Спиритов есть как минимум в запасе еще 5 раундов, то бишь из этого где-то 2 бая мы точно увидим. Если будет большой луст-трик, так тем более. И что с деньгами у защиты? Один проигрыш и снова будет резет экономики. К этому вопросу мы с вами обязательно уже совсем скоро, я думаю, вернемся. Очень надо аккуратно отыгрывать против девайсных раундов, да даже против ЭКО терять девайсы слишком дороговато выглядит. А Дима тем временем немножечко навел шуму под базой Б, потерял ХП и весь контакт будет под Аплентом, Робо. Робо в упоре. Да, ну и Лоллипоп здесь также играют они на размен в случае чего. Ну и как раз-таки три игрока команды спирит целенаправленно начали на яму, но ой-ой-ой-ой здесь прилетело, прилетело по Лоллипопу. Ну вот это было очень и очень опасно. Но Калди тоже потерпел в принципе по себе очень и очень много урона. Но перетяжка под базу Б, там пока что Лерку и Дима. Дима собирает очень много информации, знаешь, что игрок знает, вроде есть, выходит префом, но Хит Маус все-таки его перестреливает и вот теперь плановый команд спирит немножко меняется, будет уже более медленный стиль игры, чтобы как раз-таки найти хотя бы один размен. Четыре в пять выходить на базу Б выглядит не очень целесообразно, если честно. Да в кост ждет под смоком здесь на самом-то деле какой-то поджима, но я не думаю, что Хит Маус и позволит в принципе себе такие далекие широковатые выпады делать, да, и занимает он позицию на борту. А вот в шарте Джо с переменным успехом принимает весь вектор атаки. Единственное, что колди вместе с давкостом уже два в четыре и минус от давкоста по Хит Маус от колди минус по МДСу. Робо смещается на дверь и давкост забирает еще и робо. Слушай, а как это так? Два в четыре же была ситуация. Ну опять же, лолипоп остается один, киты и есть, можно себе позволить поиграть на шефте. Ну и колди вместе с давкостом пока что не чекают. А партебет. Очень страшно, знаешь, вот только что. Просто я думаю, ты не прочувствовал весь момент, атмосферу. Два в четыре. Кромушки. Да нет, два в четыре, ну я просто не знаю, я уже привык видеть такие размены и фэйлы от команд, так что здесь это более чем нормально, учитывая спил команды Team Spirit, это нормально. А то ли попа, есть минус по давкосту и вот как раз он пошел на нитр. Бай дефьюзер. Нет, у него у него заезд все нормально. Оставалось ноль целых, сколько там, две сотых, по-моему. Да, да, я к тому, что типа он успеет задефить. Про не фейкует с дефузами. Да, здесь скорее всего нужна была фраза про never fake. Ну, окей. Я к этому, что типа дефуза есть, но не пытался развести даже как-то лолипоп. А он понимал процент здоровья. Да, процент здоровья не позволял ему пикаться, понимаешь, тут вопрос такой. Выйдет, получит шельную пулю, умрет. Но, в любом случае, первая тактическая пауза для Team Spirit, они еще и выиграют предыдущий раунд, понимая, скорее всего, что с экономикой у Немига не все совсем хорошо. Беда даже. Берем, к примеру, того же самого хитмауса, у которого, возможно, я таки понимаю, девайса и не будет, да? У него ЦЗ-шка, под ногами ничего. Под ногами ничего. Окей, окей. ФАМАС. Откуда ты же там взяться? Да не, ну смотри, МК есть, он 3500 потратил. Что-то дропнул. По-любому. Дропнул, наверное, на... Морковочку, Куни-Бамас. Не ФАМАС, дорого. Дорого. Читай, Армор, Хаешка, смог. Это уже 1200. Дороговато. Морковочку. Окей, Лолипоп. СМП-9. В упоре к яме. Три Аплент в исполнении Немига и подготовка раскида Осайда от Team Spirit. Четыре Аплента живут в ближайшем будущем от защиты. Смог в яму. Лолипопа могут не дочекать, хотя он спалился. Иди, мы его за это дело наказывает. Но зато он разминивровается. Робо делает два минуса по Диме и сотвику. Четыре в три. Спирит и немножечко напоролись, да еще и бомбу посеяли в яме. Да, теперь будет глубочайший контроль в исполнении Немига и в упоре будет действовать товарищ Робо. Но погибает. Давкост очень неплохо действовал здесь. Оставляет одного люркера. Это Колди. И Колди будет слышать абсолютно все перетяжки. Тем более, что под ямой находится товарищ Джо. Но Джо здесь не пальцы на шуте выходит опять же под сэндвич. Снова двоякая позиция, потому что, как правило, сэндвич, если не забивает на него, то кидается мулек. И тут без шансов зачастую проигрывать. Мулек есть, да, в Косте, да, как раз таки с него позиционально этот мулек более чем удобно кидать. Потерялся. Ты видел, как он закрутился, да? Немножечко застрял между сэндвича, МДС на Дельпоне и притяжка от Хитмауса. Причем Хитмаус уже давно занял Боапарт, и он собрал новую информацию и Немига изначально знали, что, скорее всего, это будет Аплэнд. Вот чем вся фишка, но разве что слишком поздно уже подходит Хитмаус, может быть поздно, а может быть и нет, и спириты тоже постепенно так вот устанавливают пакет. Опа! Да вкус! Есть пробитие по Хитмаусу. МДС 1 в 3. Суни какого ритейка. Здесь не будет от 14 стран для команды Team Spirit. Денегу команды не мига гейминг. Кот наплакал, ну и, соответственно, это просто бай уже до конца гейминг. Ну, Team Spirit объективно давай выглядели сильнее на протяжении всего этого матча. Но, опять же... Ты погоди, не храни! Не храни! Я вот об этом и говорю, что не мига еще не проиграла. Мы все-таки видели очень много, когда и пистолет переворачивали, раунды и целые игры. Так что здесь не мига не только поставят еще и Фомас, и все может быть очень даже классно. Ну, это, опять же, скорее всего, будет попытка найти своего соперника на ближайшем контакте, так как такие девайсы именно на упоре хороши. а здесь выход готовится под базу B от команды Team Spirit, на самом деле. Это ты как понял, что это база B? Потому что я пока... Не-не-не, потому что я видел второй, четвертый, я думал, как раз-таки выйдут на товарища Hitmaus, да, а там уже бомбу дропнули как раз-таки по телекам в этот тайминг и немного решили помедлить команду Team Spirit, поэтому я думал, что попытаются на быстрой ноге сыграть команду Team Spirit. Но с другой стороны, есть ли смысл лететь сломя голову? Подумай. Сейчас они прекрасно сознают, что там все еще нет экономики, откуда ей взяться, да, и нужно как-то вот бояться тех же самых пистолетов в упоре, возможно, кого-то фармгана в упоре, и лишний раз просто не создавать себе проблемы. Играть до конца у вас два раунда до победы, и вы уже начнете с Ис-минор, с победы в первом очапе. Так, ну что же, в пятером но ты респауна остается-то здесь. Только товарищ Лолипоп в очередной раз Немига не угадывает. Но Лолипоп могут на самом деле здесь не прочитать. Один минус найдет хорошо, два шикарно. Как раз таки вот здесь ему и два минуса нужно делать. Нужно делать, иначе у команды Немига гейминг будут огромные проблемы. Но это уже есть понимание того, что это выход на базу от команды Team Spirit. Очень много информации дает Лолипоп. Ну и вот сюда всей дружины стягиваются Немига. Смоки на стейросах, смоки на хелпе, а смоки везде. Ну вот еще и Молик на КТ приходит, еще и флеш к сверху. Боже, как же больно. Четыре! Четыре Дельпан! Громушки, четыре! И это, по-моему, сейчас развал от Лолипопа. Его таки никто не дочекал. Издевай. Такой, друзья, а как же так? Десять секунд времени и, по-моему, это ГГшечка. Один в один. Времени нет, да? Восьмой раунд для Немиги. Ну, слушай, я даже не знаю, как называть. Этот раунд 4КТ? Так и назовем? Нет, мы называть ничего не будем. Это действительно выглядело очень круто. И теперь... Последняя пауза Немиги. Пауза, да. Очередная и последняя уже в рамках карты мира. Слушай, классно. Очень классно. Вот я вот рассчитывал, да, что Лолипоп как-то немножко поагрессивнее изначально сыграет. Не думал, что настолько в лейт он будет затягивать свою позицию. Но как тонко и как своевременно вышел Лолипоп саппартов, это просто богоподобно. Вот я тебе и объясняю. Почему Лолипопа никто не ждал? Они увидели 4КТ? Ну, никто же не будет думать. Ну, понятное дело, что... Не может быть, типа, чтобы сплита не было. То есть кто-то должен по-любому с джангл из коннектора выйти. А тут товарищ саппартов такой вылезает и здорово. Здорово. Ну, в любом случае Лолипоп не растерялся. Максимально просто хладнокровно сыграл. И что самое-то интересное, как правило, в таких вот моментах фармган дает о себе знать. Там, в спрей не пошел и еще что-то, да? Но вот Лолипоп справился. Вот ему за это плюс рет. Плюс рет. Ну что же, команда Team Spirit по-прежнему 6 раундов еще преимущество у них имеется. Что в этом раунде на стейке, деглы, чешкин и блок от Сандоянга. Ну, раскидка под базу Б, попытка поставить бомбу. Здесь 6 и 0. Это хитмаус и джуу. Ну, попробуй. Надим из первого минуса джуу размен. И вот желательно джуу сейчас очень быстро найти, но джуу найти не получается. Погибает так же и сотфиг. Ну, джуу еще одного слышит своего оппонента. Погибает на машине колди. 2 в 4. Бомбу поставить не дадут игроки команды Немига. Слушай, 9. Это 9 раунд для команды Немига-геймера. Да, и потеряли всего лишь одного хитмауса. Вроде как экономику-то понемногу-маленьку набирает, но опять же такие 5 раундов снова преимущество за команду Team Spirit. И вот по чуть-чуть мы с тобой можем увидеть действительно 10-11 раундов у Немиги. Так что все далеко не потеряно. Ну, кстати, пистолеты. Снова пистолеты и снова попытка поставить бомбу от рожб с пистолетами и гранатами. Это идеальный расклад. То есть, вот такое реализовать можно. Вопрос лишь как подойдет. У них это было в принципе и в предыдущем раунде. То же самое. Там уже самое. Ну, ты видел, какой там был рож? То есть, да? Там такой вяленький, вяленький, да. А вот сейчас могут сделать в принципе одновременно и может сработать хитмалус. Правда, уже немножечко приказал изделая долго жить только в следующем раунде и выходят они подгороды, спириты натыкаются на грабли. Вот в очередной раз идут как-то слишком разрозненно дисциплированно. То есть, ну, дисциплина должна быть, но, увы, такие раунды у них пока что не сработали и четыре раунда разницы и деньги появляются на закупку спиритом. Главное не потерять нить к игре и не сделать 14-14, а там, ну, реально, с чем черт не шутит. Ну, это как раз таки о чем я и говорил, что этот камбак действительно может быть от команды Немега и этим спириты могли позволить себе расслабиться. Могли. И как бы на самом деле я боюсь этого бы не случилось. То есть, понятное дело, уже это случилось. Возможно, это не расслабонно, а наоборот. Как раз таки собранность команды не Мегагейминг. Ну, в очередной играции стоит похвалить. А здесь выход уже на шорт в исполнении команды спирита Джо. Первый минус откол дементальный размер робот также разминется из-под коннектора Савика неплохо. Ой-ой-ой-ой-ой хитмаус до этой информации шаршует сплит на базу вареновый Ладно, робо-издевай в принципе заканчивают здесь эти перестрелочки плюс саппорт от МДС на 2 килла. Окей. Это мы так со стороны видим. А на самом-то деле на самом-то деле у товарища хитмауса на бепленте еще и апарты выходили, поэтому он прекрасно понимал сейчас я убью шорт скорее всего, да, то есть, ну, надо же верить в себя. Убивает он шорт, уходит за бэксайд и по сути оставляет свою команду в большинстве. Так что тут просто вот момент конкретно ван-бай-ван перестрелки. Не пошло. Ну, в целом, это команда Немига берет один шанс, да, 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 да. Пистолет в исполнении Team Spirit и вот, наконец-таки, этот матч набирайте самый оборот, который мы ждали с самого начала. Будет борьба. Будет борьба от команды Немига. Она уже есть, но и, быть может, мы с вами увидим и полноценный камбэк, допы. И вот она, вот он, СНГ, Counter Strike, которому так... Ну, и посмотрим, что Team Spirit предпримет прямо сейчас. Выход на мидл. И здесь уже Лоли Поп хорошо принимает, вообще без каких-либо вопросов. Слушай, ну это прям совсем-совсем закатали на миду под асфальт, конкретно, да, оставляет, правда, ситуацию 2 в 4. Но, кто же его знает, Колди, попытка стреляться с джанглом. Видит трипл бокс, Дегла не залетает, с Робой не справляется, до вкуса также падает на шарте. И, да, два раунда преимущества, считай, один бай и, как бы, до свидания, но нет. Смотрю на деньги и понимаю, что на самом-то деле кто-то может закупиться в следующем, так как он стрик уже 5 раундов как минимум. И пауза вторая для Team Speed. Нужно выдохнуть парням, нужно сейчас пообщаться, я не знаю, ну, все-таки копаться в каких-то своих предыдущих ошибках сейчас точно не стоит, скорее всего, просто модернизировать свою атаку. Да, где-то что-то было не очень хорошо в предыдущих раундах, это сейчас доработать на словах, и, соответственно, уже после тактической паузы доработать это все на деле. АВИК есть, АВИК есть от Довкоста, и, возможно, мы увидим с вами очень медленный раунд от команды Team Spirit, раскидка вся есть, АВИК есть, что как раз-таки и свидетельствует о том, что команда Team Spirit будет играть сейчас очень медленно, и, скорее всего, просто от entry фрага, либо от open фрага. Ну, посмотрим. Команды не мигают пока что на кураже. На кураже для себя два АВИКа от Робу и Джуа. Ну, и поможет, поможет им это. Надеюсь, что да. Камбэк уже есть. Да, надеюсь, что да, потому что ребята немножечко приуныли, скорее всего, после такого разгромного старта, казалось бы, в первой половине, но вот уже к концу первой стороны разогрелись, и вот сейчас уже доказывают нам, что КТ-сторона есть надежда, но вот 4 в 3 и спириты решили так пролететь по миду на плюс в, так сказать, и хитмаус соло-опорник б-сайда. Ну, вот забрал Колди МДС. Я думал, что сейчас это Лоллипоп забрал своего тиммейта, но нет. Но нет и не справляется, короче говоря, с Колди. Ну, вот хитмаус последний и за ним уже, я думаю, тут вот такой вот товарищ Довкост. Слушай, ну, здесь не мига тоже, видимо, не ждала так же, как и я, такого быстрого раунда от команды Тим Спирит, потому что Тим Спирит прекрасно понимали, что у них все уже постепенно, земля уходит из-под ног, и ты, казалось бы, должен играть конструктивно от минуса медленно, но Тим Спирит просто здесь переиграли всех, и 15-й для них, и целых 3 матч-поинта за командой Спирит. Но не мига. Деньги есть, все хорошо, бой будет более чем классный, диффуза будут у всех, так что смотрим, смотрим, что не мига предпримет в оставшиеся 3 раунда. Либо же Тим Спирит закончит прямо сейчас. Прямо здесь или сейчас я бы не отказался, на самом деле. Но вопрос интересный. Робо в окне с авиком в поре к яме. Лолипоп, причем это дело обузит чуть ли не постоянно, не мига с ямой. И сейчас у Лолипопа есть возможность даже 2-х практически забрать. 6% здоровья остается у Димы, и сгорают у Молики от МДС, а размена от Колди, но также и МДС включается минусы по Колди. 4 в 2, попахивает 15-13. Да, остается один давкод с авиком, он здесь очень даже не мобилен, но за савиком, я думаю, здесь тоже нет. Да тут еще и флешка в лицо прилетает, успевает отвернуться. Но под апартами, под апартами игрок очень долго жил. Ну и, конечно же, огромный молодец здесь Робо, что своевременно халпанул своему тиммейту. И это 13-й для Немиги. Слушай, ну вот попытались еще один быстро сделать. Команда Спирит не получилось, Немиг уже была готова к этому. Ну и 2 матчпоинта по сути остается у команды Спирит. Но бомба дропнул, точнее дропнул, бомба, понятное дело, не подберет никак давкост, просто выходит на базу БФ в поисках хотя бы фрага. Но вот шарта, кстати, его не ждут. И вообще не ждут, как мне кажется, от него пик. А он довольно активно играет в поисках минусов, потому что понимаешь, что в принципе у Немиги не будет очень много денег на последующие раунды. Но будет раз дроп в любом случае, потому что уже погиб как минимум один игрок, и там был рецепт экономик. Довко игрока минус вот эту уже приятельность. Ух, так как подлетел. Денег не будет, говорит эксперт. Денег не будет, но смотрите, 4804, 202 девайса там с арморочками первыми, да? 5 часов. На самом деле, можно браться из спириты понимают сейчас, насколько дорого выглядит от раунда. Отдают они 14, а дает скорее всего и 15. вот чем вся фишка. Самые допы. Ну, кто знает, а вдруг? Я, конечно, не подстрекатель, но я бы глянул допы. Не, но это выглядит более чем реально сейчас. Позравить с тем, как начинался этот матч, это выглядит очень реально. Так что, я пожалуй, в это поверю. Ну и команда Team Spirit занимает уже на первом тайминге middle. Уже два игрока проходят под коннектор это Дима Сандо-Янг и слушай, к смакару, в шарте есть кто? В шарте есть. Да, они пытаются с коннектором как-то заигрывать, периодически выходит на сплит-атаку Аплэнда Team Spirit издевая робо-размену, в итоге-то большинство сохраняется за спиритами, но они все еще не знают об этом засланном казачке лолипоп, который делает минус по Диме, забирает еще и Колди, оставляет по тотальном разносе команду Spirit до вкос с фармганом 1 и 2. Уже самокар. Но патронов-то нет. Так, ну что же, выходит, под КТ уже постепенно до вкос и погибает. Это 15-14, денег в 1 плакал, команда Spirit. Ой-ой-ой-ой-ой, не мига гейминг, просто-напросто спицы, спицы ломает на велосипеде этих спиритов, потому что сейчас Spirit находится в том самом состоянии, когда это состояло в этом состоянии, не мига, есть тавтология, прошу прощения, когда вот, казалось бы, все ничего не идет, все очень плохо. Как выиграть в игру, непонятно. Теперь не мига на плюс морали, но сумасшедший плюс морали. И знаешь, что самое интересное? На допах-то не мига будет, так скажем, в более выигрышном положении в плане как раз-таки этого самого морального состояния. Потому что камбэкнуть, такую вот тяжелую игру в первом официальном матче. Это очень дорогого стоит, я скажу. Очень дорогого. Да там на самом-то деле у Гамбит тоже проблемы, причем серьезные. Они уже проиграют свой матчап. Вот так вот. И тишина такая. Ну, просто Ф. Просто Ф. Про и респект, да. Ну, да-да-да. Где-то мы это уже с вами слышали. Но, тем не менее, Spirit по-прежнему сохраняют шансы на победу. Им очень важно просто сделать хороший раунд с пистолетами и арморами. И не такое брали. Но снова Дима в соло рашет базу. Б. Заставляя хитмаус из гранаты в руках умирать. Вот это интересный поворот. И защита сейчас будет делать стяжку. Но Роба мгновенно парирует этот выход. Ну, там шикарный флик от Роба на самом деле был. И выход от базы AMD закрывает колди. Это уже 3-4 для команды Немега. Гейминг бомба установлена. Ну, что же, ретейк. Все для этого есть. Молики, флешки, гранаты, смоки. Все, все, все. Команды Немега. Ну, и посмотрим, что предпримет Сотвик. Сотвик погибает Самда Янг. Остается практически в городом одиночестве. Потому что у Довкост остается 4 хп. Он погибает. И все. Самда Янг 1 в 3. Ну, и что же он предпримет? Видит игрока на хайдшоте. Широко. Скидает уже с КТ. 15-15. Это допы. Слишком широко открывался. Да, действительно это допы. Дорогие друзья, в первом же матчапе вот это действительно жестко. МР3, по всей видимости, но я вижу 10 тысяч на руках. Ну, надеюсь, что не 10. 10 тысяч 1 доллар. Это уже сломанная система. Так оно не работает. А что, если этот бакс спасет раунд? Нет, подожди, а что ты можешь за 1 доллар купить в контр-страйке? Что? Африканская сетка. Ладно. Допа начинается, кстати говоря, сразу. Вот так вот. Просто сразу и на самом-то деле ребята будут сейчас разыгрывать до 10 тысяч. Как ни крути. Ну, окей, поживем, увидим, чем это закончится. Роба в окне. Чекает у нас whitebox на миде. Сотфикс underpass. А тут просочился чуть-чуть. И не может навести шороху под коннектором. Да, плюс про роба есть информация изначально, сейчас более структурированно выглядит атака команды Team Spirit. И нечто подобное мы видели от Немиги в первой половине за атаку. Но у них это дело не вышло. А сейчас давкос делает entry в коннекторе по МДСу с ВП. Так, ну там Джу попытается дать шортак какой-никакой размен. Но пока что понимает, что его скорее всего будут зонить флешками и смаком. Но и здесь уже Дима находится в ладере. Давкос закрывает Джу. Ой-ой-ой-ой. Это уже 4 в 3. Команда Spirit пока что... Там Hit Maus погибает, боже. Как же не в тайминг это было. Ну и бомба должна сюда моментально стелек перетягиваться. Кладет смог в зоне щену смог. Пока что такое себе, если честно. Не знать ему походу просто не попал. Либо контролю, чтобы просто на него через кухню не вышли. Ну не знаю, ретейк, попытка ретейк точнее будет от лолипопа и роба или же все-то... Нет, это 10 тысяч. Да, нельзя. Слишком дорого. Просто идея какова? Я думал, запрыгнет ли Hit Maus на бортик. Реально думал. Получилось так, что информация-то по миду было. Да? Вспомни, как начинался этот раунд. Три шорт, еще и минус по коннектору с УП. То есть тут как бы Hit Maus должен был осознавать ни в коем случае нельзя палить свой спот под базой B. Но он запрыгивает на борт, подставляется просто вот бочиной на игрока в шорте и уже B-точка была продана без регистрации и СМС. Ну что ж, 16 для команды Team Spirit. Все парни пока хорошо, но вот опять же затянули, затянули игру до такого жесткого лейта, что я думаю мало кто предсказывает это, честно. Тем более, насколько хорошо шла у них игра. Ну идут выбивать им Spirit и находят свою смерть от Robo, но и Robo здесь дальше уже никто не найдет. За Сэви Лавик неплохо, но опять же в целом все не очень хорошо. Ну и по статистике у нас что? Лоллипоп 22-20, 23-24 джуо, ну и остальные все так же в глубоком минусе. 19-22 Robo, 16-22 МДС, хитмаус 16-23. Ну вот, Довкост проперся очень даже знатно, 30 на 17, остальная команда плюс-минус 1 к 1, ну и в минус тоже есть, это сотфик 17-20. Ну я бы сказал, что Довкост на самом деле в какой-то момент просто перестал убивать, вот что стоит отметить. У него там 25-24 фрага, по-моему, очень долго держался на протяжении трех раундов, плюс-минус, да, от Снайпера выжидаешь несколько других результатов, но в любом случае показывает очень серьезный перформанс, без него команде Spirit было бы совсем туго, я так полагаю, но сейчас мы с тобой видим МР-3 раунды, дорогие друзья, напоминаю, что победить на таких допах вам нужно за 4 раунда из 6, наоборот, там леча 2-1-1-2 и вот это все. Идея-то какова? Spirit, забрав первый раунд на допах, сейчас могут заставить экономику защиты полностью пошатнуться, потому что это 10к на руки и Джо тем временем находит интерфраг у Диме и разминат до вкуса. Ну и хит масс пока что чекает базу бы никого здесь не видит, хотя за дымами кроется сам Дайянг полетел Молик на тачку, но и здесь будет перейти, да, есть информация, есть информация сам Дайянга он будет долго держать здесь игрока подопорной зоной базы B, сюда также стягивается еще и робот, так что здесь у команды Немига. Ох ты, Герман, пропал ты, просто взял и пропал. Что ж ты такое? Что ж ты такое делаешь? Издевай на апартах. Проходит далее. Маус ждет в шарте, слышит Бэапарт и дает информацию о своих оппонентах. Есть у нас минус от издевая по хитмаузу и снова Бэаплент обезоружен. Увы я, но команде Немига все никак не удается с этим направлением совладать почему-то и теперь нужно делать ритейк 3 в 4, а с другой стороны денег у троих товарищей в КТ оборонит. Нет, тут надо как-то подумать, а стоит ли вообще лезть на рожон. Товков забирает, Роба Лолипов забирает, Колди, 3 в 2, минус от МДСа по издеваю уже 2 в 2, Товков забирает, плантом падает, Лолипов забирает и его, Софик 1 в 2, бомба вроде как и на него, но в тот же момент открываться по двух соперников нужно забирать и Фьюз Керри и Софик. Слушай, ты так не врывайся, ты меня напугал. А ты не бойся, Андрей, я тебя защищу. Я прыгнул на стуле сейчас, чтобы ты понимал, настолько было больно. Хорошо, не на другом. Поехали дальше. 17-15 и у команды Team Spirit все пока что шикарно на этой серии доп. Ну и не мига. Денег хватило, опять же, на снайперский девайс, три кольта. А и Хитмарс поиграет у нас с фармганом. Ну и робо занимает быстро андер. Смог по себя кладет и будет стараться отстреливать центральный коридор. Пока что здесь никого не наблюдает. Ну а вот товарищ Сотфик и Сандаян как раз таки прорываются через этот смог и здесь может быть и три фрага Дима и есть минус первый по робо. Ну а дальше что? Дальше то, что Джо кладет под себя смоки и будет пытаться отстреливать андер. Ну вы пытается хотя бы один раунд ЗКТ сторону на допах такие урвать. Сейчас команде Немига это просто жизненно необходимо. В противном случае один раунд из трех я думаю спириты ЗКТ смогут себе урвать. Тем более я вспоминаю как они провели первую половину ЗКТ сторону. Да, здесь я думаю что вопросов не так уж и много. Вопросы именно к команде Немига. Неужели после такого красивого камбэка у ребят просто не остается сил? Хотя казалось бы плюс мораль какая большая после этого камбэка там сил должно прибавиться еще и на последующие раунды. Но есть минус от Жо. Но правда моментально размена от Сотфика это 4 в 3 выход на базу Б и здесь уже перетягивается хитмаус. Ну и вот постараться пожить и хотя бы два минуса найти для этого игрока было бы неплохо. Но там же еще и МДС с АВиком вот от МДС очень много сейчас зависит увидит ли он игрока как он проходит на тачку нет. Колди проверит ли бэксайд ой-ой-ой-ой-ой-ой прикрытие от Сотфика он причем фейковал на бомбу а Колди делал вид что он его не чекает и соответственно 2 в 3 ретейк бэксайда Лолипоп снова в шарте в этот раз его ждет да в пост и справляется с оппонентом что 2 в 1 МДС АВП давай с ним обилен дефузов нет и время тоже кстати говоря тут нужно быть очень осторожным минусы от Колди по МДСу 18-15 и 1 раунд спириты могут забрать и закрыть эту катку но вспоминается также у нас и основное время Габен пишет МДС АВП мы ready ну посмотрим что будет на следующей серии доп нет подожди это матч все еще все еще первые доп нет имею ввиду серию уже на смене сторон последующие звери это уже следующий доп андрей так андрей не начинайте не триггерите там три ауга три ауга не загорайте во мне коктейль молотого иначе будут загореть все здесь будет все в огне занятиями даже отнимите возможно три игрока все таки ну что же а джо есть врыв но опять же здесь в смоках никто понятное дело пик не будет команды спирит но дима играет сейчас очень спокойно относительно того как он играл на первом отрезке этого матча там просто топ не пуш ну понятно здесь в целом стратегии не выглядит таковой для команды спирит чтобы идти куда-то пушить а вот есть первый контакт под окном дима заспотал своего оппонента мдс получает по себе но не летально роба промахивается с эвп дима немножечко подгорел но знаешь бояться стоило не молотого действительно снайперской винтовки роба если бы попал это был бы перевес в сторону команды атаки но спириты осознают что победа действительно близка есть инфа про то что в коннекторе заняли они сейчас скорее всего не будут просто лезть на рожон им ни в коем случае нельзя позволить себе переагрессировать здесь мдс в коннекторе будет закрывать сплит на пол так ну что же выход на базу а здесь дима этому не дает состояться это уже 3 в 5 ну и команда спирит все на руках для того чтобы забирать 19-й давко сторонит хитмауса есть размен лолипоп но лолипоп действительно очень крут последний отрезок этого матча но отрезок еще пока что не закончен 4 в 2 есть шансы у роба найти свой минус но находит свою смерть от лолипопа это все таки 19-15 не без труда команда тим спирит выходит победителем в этом матчапе но сколько вообще усилий было приложено и теми и другими ребятами какая игра первый матчап в рамках снг минора интел экстрим мастер скотовицы 19-го года дорогие друзья студия рухап для вас это дело освещает направление трансляции матчап габит и саймон также закончился и мы напоминаем что на втором канале для вас работает Герман Громшки и Андрей Нишар сам собой и мы будем уходить на небольшую рекламу музыкальную паузу после которой совсем скоро вернемся следующий матчап на нашем канале будет рантайм и винстрайк а на основном канале авангар и просто далеко не расходимся и не переключаемся